Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я девочка, 23 года, мне беспокоит моя реакция, когда я наблюдаю или слышу сцены, как избивают и орут на детей. Сегодня я услышал, как сын моей тети избивает своего ребенка, его мать вместе с ним орет на этого ребенка. И рассказывает, как до этого он так сильно избил его, услышав это мое сердце, буквально выпрыгивает из груди. Руки трясутся, меня бросают буквально в слезы. Такая же реакция, когда я читаю или слышу новости, как муж избил жену. В семье я не наблюдала, чтобы папа бил маму. Хочу добавить, что с самого детства, весь подростковый возраст, моя мама очень сильно меня избивала, догоняла и наносила ненаверное сильные удары. Именно в тот момент я до сих пор помню, как сердце выпрыгало из груди. На данный момент я очень сильно боюсь выходить замуж, хотя делается, хотя даже не в отношениях боюсь, что муж будет избивать меня. Я не знаю, как мне избавиться от этого и прошу у вас помощи. Пожалуйста, благодарю заранее. Ну, благодарить заранее нас не стоит, потому что никакой серьезной и сколько-нибудь ощутимой помощи в таком формате, я боюсь, вы не получите. Ибо дело здесь заключается в том, что, чтобы вам помочь адекватно, по крайней мере, чтобы вам помочь, нужна работа, нужна психотерапия именно. Сейчас, как бы, ну, то, что вы рассказали, это больше похоже на вводную, такую вводную часть и, в принципе, на этом все. Но это просто вводно, не более и не менее. Вы боитесь беспомощности. И самое главное, вы в глубине души, скорее всего, допускаете, что вас, условно говоря, есть за что наказывать. Слезы, которые у вас появляются, сердце, выпрыгивающее из груди, в данном случае это про страх, но в то же время и про протест. Страх, потому что вы не сможете дать отпор. Страх, потому что вы не воспользуетесь своей силой. Вы взрослая, вы самостоятельная, вы независимая, но такой вы себя не чувствуете. И связаны это с заниженной самооценкой. Я бы сказал, что вам необходимо работать с чувством самооценности и внутренней опорой. Этого у вас нет. И это не появится так просто. Вот, послушали вы или прочитали ответ и все. Появилось. Вот. Так это не работает. Работать это будет только, если вы регулярно будете заниматься психотерапией. Работать это будет только, если вы регулярно будете консультироваться. И работать над собой. Меняться. Процесс это достаточно небыстрый. Процесс это достаточно интересный. Если вам действительно этого хочется. Конечно. Процесс этот достаточно увлекательный. Опять же повторюсь. Если вам этого хочется. Но. В любом случае. Конкретно. Сейчас. В любом случае. Конкретно. Здесь. Вы. Помощи. Не получите. Ну. Сами посидите. Как. Как можно вам помочь. Сказать. Сказать как надо. Я думаю. Что вы. И сами. Прекрасно. Знаете. Как надо. Сказать. Что. Ваша мама. Была не права. Вы. Сами прекрасно. Сами прекрасно. Знаете. Что. Она. Была не права. То есть. Эээ. Ситуация здесь. Такая. Что я могу сказать. Кхм. Кхм. Я могу сказать. Эээ. Что. Да. Сейчас. Вы боитесь. Исти на сближение. Ну. Оно и понятно. Почему боитесь. Вот. Вы говорите. Мне кажется. Что. Муж. Будет меня избивать. Обратите внимание. Вы говорите. Муже. Знаете. Эээ. Ни один мужчина. Не становится. Мужем. Сразу. Сначала. Становится. Знакомым. Партнером. Другом. В какой-то степени. И только потом. Становится. Вашим. Мужиной. И мужем. А может быть и нет. Так вот. Как будто бы. Все эти стадии. Перепрыгиваете. Вы. Может быть. Не замещаете. Но. Хотите. Защищенности. Именно поэтому. Вы. Говорите. О муже. Муж. Меня. Должен. Защищать. И именно поэтому. Вы боитесь. Что он будет вас бить. Потому что. Вы то. Беспомощны. Что говорит о том. Что сама по себе. Я. Мало. Что могу. Если не сказать. Что вообще. Ничего. Не могу. Понимаете. Выстроить отношения. Муж. Жена. Девушка. Парень. В какой-то степени. Легче. Но в то же время. Очень сильно. Объединяет. Это вопрос. Личностного. Роста. Вашего. Личностного. Роста. И необходимо. Чтобы и этим. Вы так же занимались. Развивали себе. Личностные качества. Ценности. Взаимодействуя с людьми. Так. Тогда никому не придет. В голову. Поднять на вас. Руку. Тогда вы. Никогда не связывайте. Свою жизнь. С человеком. Который. Сможет. Это. Сделать. Ну просто потому что. Ценности у вас будут другие. И направлены вы будете. Не на человека. Который. Должен будет вас защищать. А именно следствием. Этого. Является насилие. Естественно. Я говорю сейчас. Достаточно. Грубой форме. Естественно. Я сейчас в какой-то степени утрирую. Потому что. Желание защищать. Само по себе. Нормально. Но. Если это желание защиты. Не проистекает. Из. Условно говоря. Личностного восприятия человека. А. Вытекает. Исключительно. Из восприятия. Другого. Например. Как. Девушки. То есть. Я вижу вас. Только как девочку. Или. Я вижу вас. Только как жену. Или. Я вижу вас. Только как. К маме своего ребенка. То вот. В таком случае. Конечно. Да. Отношения. Которые. Описываете вы. Точнее. Которых боитесь вы. Это. Бедные отношения. Отношения. Которые описываете вы. Которых вы боитесь. Это отношения ограничены. Но других. Пока что. Выстраивать вы. Не можете. Если человек. Озабочен только. Своей защищенностью. Ждет. Этой защищенности. От другого. Он. Скорее всего. Встретится. Именно с тем. Кто. Будет на эту защищенность. Пофига. Благодаря. Тем качествам. Которые. Сначально. Вас. Привлекут. Поэтому. Надо сказать. Что. Ваши страхи. Оправданы. Это не означает. Что они реальны. Это означает. Только. Лишь. Что они. Имеют. Под собой. Почву. Я с вами. Пожелую. Соглашусь. И скажу. Что. Действительно. Сейчас. Рано. Строить. Отношения. Вам. Нужна психотерапия. Вам. Нужно. Привести себя. В порядок. Отношения. А можно и. В процессе. В идеале. Конечно. Чтобы вы. Например. Занимаясь. Групповой терапией. Встретили бы. Кого-то. На группе. И. Вместе с ним. Начали. Взаимодействовать. Вы ничего не пишете. Не про своих друзей. Вы ничего не пишете. Про свое увлечение. Про свое хобби. Про свои интересы. Жаль. Потому что. Именно это. Основа. Для. Становления. Вас. Как личности. Чем. Этого. Больше. Тем. Меньше. Места. Для. Всего. Остального. Но. Для меня. Совершенно. Очевидно. Что. Делаете. Упор. На. Полу. Ролевую. Мобель. Для вас. Как будто бы. Это. Вляет. Основным. Иными словами. Вы. Трансируете. Такую. Мысль. Я. Хочу. Быть. Беспомощный. Я. Хочу. Беспомощный. Я. Хочу. Чтобы он не забил. Понимаете? То есть это своего рода противоречие. Потому что когда вы подходите. Вот. Есть вы. Девушка. И вы ведете себя исключительно как девушка. Вы требуете того, чтобы я вас добивался. Вы требуете того, чтобы я ухаживал за вами. Вы требуете того, чтобы я вел себя с вами как мужчина. Вы хотите, чтобы я решал ваши проблемы. Чтобы однажды вы стали моей девушкой. Моей женой. Но смотрите какая получается штука. Делая так и поступая так. Только так. Только так. Ничего из того, что я перечислил, не является чем-то плохим. Далее говорю об исключительности. То есть когда есть только это. Так вот. Когда есть только это. То как я к вам отношусь? Я отношусь к вам не как к партнеру. Я отношусь к вам не как к равному себе. А как? Ответ на этот вопрос попробуйте сформулировать самостоятельно. И в такой позиции на вас достаточно легко поднять руку. Как вы понимаете. Поэтому все дело в том, как вы себя позиционируете. Вот. Понимаете, возможность себя защитить это не только и не столько физическая возможность. Возможность себя защитить это достоинство. Возможность себя защитить это то, на что я опираюсь в себе. Потому что какой бы вы сильный не были, всегда может встретиться что-то сильное. И это кто-то сильнее может физически вас превосходить. И этот человек может вас избить и сделать что-то еще. Но человек, который опирается на себя. Человек, который чувствует свою цену. Будет переживать это. Как и любой другой, переживает акт с насилием. Ну, куда менее остро. И куда более быстрый. Вот. Для формирования ресурсов для этого, вам и нужна помощь психолога. Регулярно помощь психолога. Да, я думаю, что, безусловно, поведение вашей мамы вас травмировало. Я думаю, что чувства, которые вы в результате этого испытывали, они не прожат вам. Не прожат, а та обида, злость, беспомощность, ненависть, страх. Это все вас. И такая-то вас. Вы будете оставаться в такой позиции. В позиции жест. Человек, который не несет ответственности за себя. Который не является независимым. Который ищет, на кого бы ему опереться. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.